Ростов, словно птица Феникс, возрождается из пепла. В весенней части чемпионата подопечный Курбана Бердыева шокирует всех. Три победы подряд. Следующей жертвой стали футболисты столичного торпеда. Хотя игра начинается под диктовку гостей. Резуан Мерзоев раз за разом тревожит оборону желто-синих. Постепенно ростовчане перехватывают инициативу, и мяч уже чаще гостит на половине поля торпедовцев. Активен Баштуш. Но его акробатические этюды пока не приносят результата. Гол назревает. Суматоху ворот Юрия Живнова. Тимофей Калачев прицельно выстреливает. Главный арбитр не засчитывает мяч. Мы огорчились. Мы шли к этому с самого начала. Мы искали этот гол. Забили и поверили в себя. Но гол отменили. Но мы взяли в себя в руки. Во втором тайме на поле появляются Бухаров и Азмун. Инициативой полностью владеют хозяева. Гости отбиваются как могут. Непонятно почему. Надо будет уже это разобрать после игры. Сядем, разберем. Потому что так, это такая вялость. Непонятно. Во втором тайме мы прибавляем, прибавляем, а только забиваем. Но надо с первых минут это все делать. Кто ищет, тот всегда найдет. На 78-й минуте Бухаров в борьбе с Рыковым зарабатывает пенальти. Виталий Дьяков хладнокровен и точен. В оставшиеся минуты идет нервная и вязкая борьба. Но цифры на табло не изменились. Итог заслуженной победы ростовского клуба. Четвертая подряд. Предполагали, что будет тяжелый матч. Иного не могло быть против торпеды. Достаточно организованная команда. Но видно было, что многое не получалось в первом тайме. Но было желание. Огромное желание. После финального свистка всех зрителей приятно удивил Иван Новосельцев. Под проливным дождем в центре поля он сделал предложение руки и сердца ростовчанке, известной баскетболистке Катерине Кейру. И, конечно же, она ответила «Да». Совет да любовь. Даже не могла представить, что это будет на матче. И, честно, мне хотелось бы, что это было бы именно тактика. Потому что Ростов – это мой родной город. Мне приятно. Сегодня еще я пришла с мамой. И так неожиданно. И я даже не знала, что я прилечу. Это случилось вообще в последний момент, что я прилечу, перейдела на игру. И поэтому у меня было вдвойне неожиданно. Но я очень рада, потому что я очень люблю Иван. Благодаря этой победе Ростов поднялся в турнирной таблице на десятую строчку. Следующий матч горожане проведут 26 апреля. Соперник – московская «Динамо».